Книга «Открытым оком», том 4. Вопрос. 1216. Тема крещения. В переводе с английского языка спонсор означает крестный отец, мать, поручитель. Так этот спонсор будет ли отвечать за своих подопечных на страшном суде? Если да, то можно ли принимать на себя такую ответственность и поручаться за людей, которые потом, возможно, отойдут, весь спрос-то будет строжайший? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. А с этим едва ли вам повезет. И это почти всегда, когда крестный пожелает быть таковым в полноте, а не только по названию. У меня есть крестники, и практически со всеми произошло именно так. Родители упрашивали, умоляли стать восприемниками их сыновей. Но как только они начали подрастать, почти все родители перестали их допускать до меня по разным причинам. Я не еретик. И если в чем-то родители недовольны мной, то какое отношение это имеет к детям, над которыми, согласно замыслу тех, кто учреждал детское крещение, восприемники имеют власть больше, чем ладские родители. Но этого нет, и ты ничего не поделаешь. Знаю, что мой ответ многим не понравится. Но я повторяю снова, что детское крещение нужно почти повсюду прекратить. Крещение есть вход в церковь. А через такое лжекрещение этого не происходит. Вход в церковь в православие абсолютно неверный. Он чисто механический, без рождения свыше, без уверования во Христа, без личной глубокой веры в голговскую жертву. Детское крещение теоретически можно допускать в исключительнейших случаях только у глубоко верующих родителей и еще более верующих крестных. Под расписку с печатями и свидетелями, под огромный залог почти все состояние родителей. Что, если они не будут допускать дитя до восприявшего, то они по суду лишатся всего, как враги и обманщики, как губители своего ребенка. При сегодняшнем отношении к крещению детей, как к обрезанию евреев и мусульман, мы стали самыми настоящими неуязычниками. А нужно быть благодатными сосудами Духа Святого, чтобы сами мы были крещены Духом Святым, а не просто помазаны миром.